В Мордовии прошел третий межрайонный гастрономический фестиваль «Аксельский огурец». Сюда приехали жители со всей республики, чтобы развлечься и представить свои урожайные успехи. В этом году мероприятие прошло при поддержке президентского фонда культурных инициатив. У нас есть несколько энтузиастов, которые в этом году написали на проект президентских грантов. Мы выиграли около 500 тысяч рублей. И вот эти деньги мы направили на организацию этого праздника, провели большую подготовительную работу. Гости фестиваля познакомили с народными традициями и ценностями села Акселя. Оказывается, это место знаменито своим огуречным урожаем еще с прошлого века. У нас проходит вообще в Акселе два праздника. Это зимой проходит Аксельский валенок, а летом проходит Аксельский огурец. Меня спрашивают все, почему именно проходят у вас два праздника. Потому что летом люди выращивают огурцы. Вообще-то у нас народ трудолюбивый живет в Акселе, а зимой валенки. Сами жители села чтут традиции Акселя, рассказывают о быте предков. Для них фестиваль – это самый родной праздник, поэтому они отмечают его ярко и громко. Люди издавна сажали здесь огурцы, которые продавали вот на этой базарной площади и консервировали, все делали с огурцами. Мы, соответственно, испекли пирог с огурцами и вот у меня здесь такое блюдо-фазан закусочка, она тоже присутствует огурец. В этом году масштаб мероприятий изменился. Приехали жители из различных близлежащих сел, деревень, городов. А собой не привезли кулинарные шедевры. Да, я приехала и с огурцами, и с пирогами, показать свои, так сказать, свои сладости, кушанье. Это, конечно, поделки из огурца, вот такие вот, вот вязаные огуречки, вот я постаралась и связала. Ну и блюда из огурцов, варенье из огурцов у нас. Даже варенье? Даже варенье. Вот это жареные огуречки, это роллы из огурцов. И вот растягаясь солеными огурцами с яйцами, впрочем, попробуйте, очень вкусные. В фестивале огурца, а как вы восприняли это название? Сперва мы тоже удивились и не поверили, что мероприятие не шуточное. Но увидев множество людей в народных костюмах, послушав искреннее исполнение традиционных песен, поняли, что обычный овощ объединил вокруг себя простых, творческих, активных людей. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.